Полицейские Алматы задержали шестерых молодых людей по подозрению в грабежах из автомашин, которые находились в пробке по проспекту Раймбека ночью 31 августа. Также в ДВД города сообщили, что установлена причастность задержанных к драке, произошедшей накануне на территории торгового центра Прайм Плаза. Напомню, минувшие выходные в Алматы чуть не закончились печально для десятков поклонников творчества Хайрата Нуртаса. Выступление певца на площадке близ торгового центра неожиданно оборвалось. Нуртас ушел со сцены, вспев только одну песню. Поклонники кумира не простили. В результате беспорядки и десятки пациентов в городских больниц. Сергей Ким расскажет все подробнее. Кадры очевидцев из интернета. Популярный певец Хайрат Нуртас поет свой хит перед большим количеством народа, около 3000 человек. Ничто не предвещает биты. Благодарные зрители подпевают кумиру. Народный любимец, спев одну песню, внезапно уходит со сцены. Это точка отсчета. Разъяренные люди устраивают драки, громят аппаратуру, автомашины забрасывают камнями и бутылками полицейских. Прибывшим полицейским удается разогнать разгоряченную молодежь и оттеснить хулиганов с площади на проезжую часть в сотни метров от торгового центра. Развороченная сцена. Десятки пострадавших полицейских и гражданских разбитые автомашины. Произошедшие здесь у торгового центра прайм-плаза события стали настоящим шоком для алматинцев. Последствия погрома хорошо видны спустя полчаса после окончания беспорядков. По информации полицейских, всего задержаны 165 человек. Люди начали кричать, Кайрат Нуртасов, хотим его. Их успокаивали. Потом они начали все полностью ломать, крушить бутылками, кидаться. Даже детей били маленьких. Люди дальше кидали, били, всех топтали просто. Прибывший на место Акимгорода говорит, что по предварительным данным виновники организаторы неудавшегося праздника. И они, конечно, естественно, понесут наказание, поскольку никаких согласований не было. А если без согласования, то они сами должны обеспечить порядок. Пираток не обеспечили. Вот и все, что я могу сегодня сказать. А остальное все, эта стихина, пока, как мне докладывают, произошло. В эту ночь в больнице доставляют более 90 нуждающихся в медицинской помощи. Среди них, как минимум, 10 полицейских. Самых тяжелых срочно госпитализируют. На данный момент их состояние удовлетворительное. Опасения не вызывают. В основном была закрыта черепно-мозговая травма, ушибы коленного сустава, грудной клетки. И сегодня Кайрат Нуртас после однодневного молчания, певец уезжал в другой город, прокомментировал произошедшее. Я только вышел на сцену, сразу почувствовал, будет что-то не то. У меня появился страх. Я начал петь, успокоил этим народ. Но они не успокаивались, начали кидать бутылки. Пришлось уйти со сцены. Я еще полчаса ждал в машине. Неудобно покинуть людей, спев только одну песню. Но мне посоветовали уехать. Начались драки. Певец и его мать, а по совместительству продюсер, во всем обвиняют организаторов концерта. Якобы те заявили выступление артиста, как гала-концерт Кайрата Нуртаса. В то время как он был лишь гостем на этапе конкурса караоке. Люди толкались, хотели то ли обниматься, то ли фотографироваться. Такое часто случается. Это все из любопытства. Но всего передо мной было 10-15 полицейских. Из них вокруг меня были, меня охраняли лишь пятеро. Официальный представитель торгового центра сегодня же ответил на устные претензии звезды. На самом деле была приглашенная звезда, приглашенный артист, потому что это был финал караоке-конкурса «Запой по пятницам», где Кайрат Нуртас должен был спеть, но не две-три песни, там на самом деле по нашему договору было около пяти-семи песен. Что касается недостаточного обеспечения охраны, то здесь вопрос вообще очень странный, потому что 150 человек личного состава это нам выделили в Овозовском РУВД. Ущерб, по словам официального представителя торгового центра, составил 30 миллионов тенге. И все еще уточняется. Взыскивать эти деньги руководство «Прайм-Плазы» собирается с непосредственного организатора вечера ИП Хабибуллина. В настоящее время директор торгового центра «Прайм-Плазы» находится под подпиской о невыезде. Полицейские Алматы до сих пор несут службу в усиленном режиме. Сергей Ким, Майнаш, Андерис, Максим Шулепов, Алмаз Нурдос, 7 канал, Алматы.